Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава послания к Колоссиным, мы читаем ее для библейского портала экзегет, начинается с стиха, который, по сути, относится к третьей главе. «Господа, поступайте с рабами справедливо и честно, помните, что у вас есть на небе Господь». Это в продолжение того наставления, которое Павел дает рабам, как им относиться к своим господам. Вот, соответственно, эти отношения тоже взаимны. Павел постоянно подчеркивает, что отношения между старшим и младшим, подчиненным и тем, кто властвует, они взаимны, они неравны. Но они обязательно взаимны, и отношение идет не только снизу вверх, но и сверху вниз, другое, но тоже очень теплое. И вот это должно быть не просто так, что ты начальник, я дурак, а так, что каждый уступает другому, при этом сохраняя социальную структуру общества, при этом не устраивая социальных революций, не пытаясь переделать все так, чтобы кто был ничем, тот стал всем и тому подобные вещи. И это, пожалуй, в христианстве одна из самых неожиданных революционных вещей. Потому что религия, как правило, любая, строится на сохранении существующего положения дел. Ну, а некоторые культы могут отрицать это положение дела, говорить, нет, ну, на самом деле мы там все рабы какого-то нашего божества, и давайте поэтому там свергнем власть наших господ и будем бороться за иной лучший мир. Христианство в этом отношении довольно необычно. Оно говорит, что тот мир, который есть, он несправедлив, он погряз во зле, но мы не пытаемся его изменить путем революции, путем насилия, путем какого-то внешнего изменения. Мы меняем свое отношение внутри этого мира, сохраняя те социальные связи, которые есть. Вот об этом, собственно, в завершении третьей главы и первый стих четвертый туда же относятся, говорит Павел. А дальше его заключительное наставление Колосиным, напомню, что это община в городе в Малайзии, где Павел сам лично не был, но которой он сообщает нечто такое, что и другим, наверное, пригодится. «Будьте усердны в молитве, молитесь с бодростью и благодарностью, помолитесь и о нас, чтобы Бог открыл двери для нашей проповеди, чтобы нам рассказывать о таинстве Христовом, ради этого и я теперь в заключении, и чтобы я сумел, как подобает, раскрыть его в слове». Интересно, что он призывает их молиться, такой, казалось бы, общий призыв. И тут же дает конкретную задачу для молитвы о нем самом. Казалось бы, при чем здесь это, что так нескромно? Ну, потому что для Павла постоянно вот эти отношения между общинами и их духовными наставниками, они тесно связаны с тем общим богословием, которое он им излагает. То есть не просто давайте вот вы молитесь там вообще о ком-то как-то и когда-то, но в данный момент помолитесь о нас, чтобы Бог открыл двери проповеди, и чтобы я сумел, как подобает, раскрыть его в слове. Вот это таинство, о котором он говорит выше, оно раскрывается в слове молитвы. Да? Не просто так. «Ведите себя мудро с теми, кто вне общины, пользуясь любым благоприятным случаем». Тоже очень интересный принцип. Вот как тут быть? Можно это перевести разумно, распоряжаясь временем, еще не только пользуясь любым благоприятным случаем. Люди вне общины часто ведут себя не очень хорошо. Можно от них отделиться, поставив стену и сказав, что это все не наше, мы не хотим в этом участвовать. Можно их принять, пользуясь вообще тем, как они себя проявляют, и сказать, ну да, вот мы вместе, мы с ними будем дружить. А здесь говорится, ведите себя мудро, сами разбирайтесь, но пользуясь любым благоприятным случаем, либо разумно распоряжаясь временем. То есть для того, чтобы нести какую-то проповедь, вы можете использовать какие-то хорошие моменты. Вы можете подбирать то время и место, которое для этого окажется удобным. Пусть ваше слово всегда будет приятным и остроумным, сумеете ответить каждому из них. Даже остроумным, ну, тут сказано буквально соленым, приправленным солью, ну, по-русски соленое словцо – это какая-то непристойная шутка обычно. А здесь имеется в виду со вкусом. Да, то есть соль – основная приправа, и если ее добавляют в пищу, то пища имеет некий вкус. То есть пусть ваше слово не будет пресным, не будет скучным, не будет каким-то абсолютно вот таким стерильным. Вот будьте искусны в слове. Павел не говорит «закройтесь от этого мира», но говорит «используйте свои отношения с этим миром для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы являть Христа». Что касается моих дел, о них вам расскажет Тихик, помощник Павла, он упомянут в книге Деяний, возлюбленный брат и помощник, с которым мы вместе служим Господу. «Я его к вам и отправил, чтобы он все о вас узнал, и чтобы он одобрил ваши сердца». Ну, это, конечно, вполне обычный способ доставить письмо, то есть как вообще поступить, если нужно отправить письмо. Ведь нету почты такой, которая для частных лиц. Есть государственная почта, но частные лица пересылают свою переписку просто с теми людьми, которые едут в нужном направлении. «Я его к вам отправил, чтобы он все о вас узнал, ободрил ваши сердца, а с ним Анисима, возлюбленного и верного брата из вашего числа». Они вам расскажут обо всем, что здесь происходит. Анисим – это вообще очень интересная история, рассказанная в послании к Филимону. Беглый раб, которого Павел встретил, очевидно, в заключении, и отправил обратно к своему хозяину, к его, точнее сказать, хозяину Анисима. Но при этом оба они христиане, и как раз вот там о рабстве очень хорошо в этом послании, кратком послании говорится, о том же самом принципе, то есть сохраняя социальную структуру, изменять изнутри ее содержание, изменять отношения между людьми. «Вас приветствует заключенный вместе со мной Аристарх, а также Марк, родственник Варнавы». Вот сколько всего здесь у нас есть упоминание Варнавы, который был в книге «Деяния» многократно упомянут, Марк, его родственник и, судя по всему, автор Евангелия от Марка. «Это о нем вам было дано повеление, примите его, если придет к вам». Еще Иисус, называемый Юстом, имя Иисуса абсолютно не уникально было в то время. Анис Марком единственный из обрезанных, то есть из иудеев по происхождению, кто трудился вместе со мной ради Царства Божия, принося мне утешение. «Приветствует вас и по фраз, и он упомянут в послании к Филимону, как и, в общем, большинство этих людей. Он тоже из вашего числа, он раб Иисуса, и постоянно ведет борьбу за вас в своих молитвах, чтобы вы твердо и неколебимо исполнялись во всем Божьей воле. Я свидетель тому, как сильно он ревнует о вас и всех тех, кто в Лаодике и Иераполе. Это города в Малой Азии, относительно близко от Колосс. «Приветствует вас Лука, возлюбленный врач Эдемос». Лука, судя по всему, тот самый, который написал Евангелие и книгу Деяний, спутник Павла. Вот тут прям вся его кампания в послании к Колоссиным перечислена. Почему так именно Колоссиным Павел буквально всех своих основных спутников называет, не знаю, наверное, хочет познакомить их. Поскольку здесь тоже не очень ему близко знакомые люди, то, соответственно, он хочет сделать так, чтобы как можно больше людей об этом узнало. «Приветствуйте братьев Лаодике и нимфу, либо нимфана». Там есть разные варианты. Это мужчина, либо женщина. Соответственно, бывают такие имена, как русская Саша, Александр, Александр. Вот неясно, кто это, с домашней его, ну, либо ее, соответственно, церковью. «Когда это письмо будет прочитано у вас, постарайтесь, чтобы его прочитали и в Лаодикейской церкви. А то, что у Лаодики, прочитайте и вы у себя». Вот принцип посланий было не очень много, поэтому они старались читать то, что пишут другие. И, соответственно, послание к Колоссиным таким образом становится посланием не только к Колоссиным, но, что называется, ко всем общинам Малой Азии. «Архипу скажите, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял от Господа». Кто это такой, мы ничего о нем не знаем. Ну, вероятно, один из руководителей местной общины. И обратим внимание, что если это так, то, скорее, община наставляет его в данном случае, ну, пользуясь авторитетом Павла, да, то есть, давай-ка вот ты глядишь, чтобы тебе исполнить то, что ты на себя взял. И, наконец, приписка. «Приветствия моей собственной Павла рукой. Помните о моих узах. Благодать с вами. Аминь». Собственно, рука Павла, то есть, Павел в данном случае пишет не через секретаря, он обычно писал через секретаря, он пишет лично. И старается вот даже к какому-то, может быть, не очень личному тексту, послание к Колосиным, совсем не личный текст, как там послание к Галатам, например, да, или к филиппийцам, но дать какую-то приписку, чтобы была видна его собственная забота, да, чтобы он не просто выступал в роли какого-то такого авторитетного руководителя, который рассылает свои такие циркулярные послания, давайте все делайте то, что я вам скажу, но человека, который лично во всем этом так или иначе участвует. Ну, вот это было послание к Колосиным, и мы его прочитали для библейского портала «Экзегет». Спасибо. 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 Спасибо.